Коллеги, дорогие, привет! Сегодня поговорим про посуду, про столовую посуду, ложки, вилки, тарелки, чашки. Значит, ну что, это видео поможет тем, кто посуду собирается менять, кто хочет, наоборот, наполнить свою новую кухню посудой, куда-то переезжает или куда-то приезжает. Поможет видео тем, у кого, знаете, вот проблема, места нет, места на кухне, поговорим тоже про это. Сейчас расскажу про цвет, про основные виды посуды, какие они есть, какие, так сказать, есть смысл держать у себя дома, что важно, что не важно при выборе. Итак, начинаем. Ну, что основные виды столовой посуды, какие могут быть, да, это тарелки, это какие-то соусники, это чашки, это блюдца. То есть, вот у меня тут все заставлено. Посуды, конечно, если вы откроете, например, какой-то посудный магазин или каталог, вы увидите там просто огромное количество всего. И еще того, что даже непонятно, для чего это нужно. Мы, как правило, да, не пользуемся таким огромным широким набором. То есть, у нас идет тарелка суповая, тарелка основная, да, там для вторых блюд, десертная тарелка, может быть, маленькая это блюдца, чашка блюдца, оно же там идет для какого-то пирожного торта или еще чего-то. Это какие-то небольшие, малые формы, я их так назову, там варенье себе положить, соус какой-то, налить еще что-то, соусники, да, и так далее. Вот. Всякие супницы, они уже давным-давно отошли в прошлое, хотя это очень красиво было, но это долго, да, и никто не будет этим у нас сейчас заморачиваться. Естественно, я скажу, что это всякие кружки и стекло, потому что мы пьем чай и кофе, мы пьем спиртные напитки крепкие, мы пьем вино, мы пьем шампански, и все это куда-то надо наливать, и это тоже обязательно должно быть у вас на кухне. Но давайте посмотрим сейчас, сколько нам нужно посуды, вот как это делаю я, опять же, да, я поделюсь просто своим опытом, как я, да, мое видение, сколько вот у меня посуды дома. Вот, посмотрите, коллеги, в общем-то, весь мой набор, достаточно такой бесхитростный, он, видите, не разноцветный никакой, то есть, то, что я говорю, суповая тарелка, тарелка для вторых блюд, тарелка промежуточная, да, такая десертная, можно сказать. Вот, у меня есть чашки, у меня есть чашки малые, да, кофейные, нормальные для эспрессо, вот, как я говорю, малые формы, это какие-то соусники, куда можно положить что-то, соус варенья, ну, я не знаю, что, гренки насыпать, и какие-то дополнительные могут быть вещи, вот, всякие булочницы, хлебницы, то есть, какие-то формы, которые и не тарелки, и в то же время, вот сюда, например, хорошо положить, там, соленье, да, то есть, вы стол сервировали, вот у вас там лук, чеснок, еще что-то, вот, у меня эта форма используется для таких целей, я их имею несколько, и мне удобно. Вот, касаемо стекла, да, ну, чай, кофе, то есть, обычные чашки, соответственно, я, у меня есть для крепких напитков это шот, вот, у меня есть два бокала, высокий и низкий, просто бокал, там, сок, минеральная вода, какой-то коктейль, вот, у меня есть бокал для вина, бокал для шампанского, и, пожалуйста, бокал для пива. И, коллеги, в принципе, основной набор посуды, мой, на этом заканчивается, у меня никаких других изысков нет. Очень часто люди говорят, а куда ставить, мне нечего ставить то, мне нечего ставить, у меня все забито, все шкафы забиты, вот, вспомните, я вот, наверняка, кто-то из вас, если не обладатель таких шкафов, то наверняка у кого-то видел такие шкафы, когда ты приходишь, открываешь дверцу, а там все забито посудой, просто, вот, стопки тарелок стоят, и, причем, они все в разнобое абсолютно, пять красных, десять желтых, тут еще какой-то старый сервиз бабушкин, там еще кто-то что-то подарил, какой-то набор посуды, и внизу шкафы, еще что-то, сталкивались с таким, вот, огромное количество тарелок, тарелок всяких, там, ну, неважно каких, да, больших, маленьких, блюда, блюдца, блюдаща и так далее, и вот задайте себе вопрос, оно вам надо, зачем вам столько посуды, если, ну, если вдруг вы человек, у которого такая гора посуды на кухне стоит, если все это вынуть и выбросить, или отдать кому-нибудь, да, то у вас получится куча свободного места, вот, я просто такой не раз встречал, я сам жил с таким количеством посуды, которую точно так же мы переехали жить, и в доме шкафы, целый шкаф был забит вот таким большим количеством посуды, вот, хотя, да, кто-то скажет, там, вот, мне некуда поставить, там, неважно, мясорубку, там, что-то еще, может быть, как раз шкафы забиты вот этой посудой, которая не нужна, и туда поместится, и так, сколько же вам нужно посуды, как понять, опять же, своим опытом делюсь, да, я понимаю, что, вот, нас в семье два человека, это раз, и где еще, может быть, посуда понадобится, мы можем принять гостей, сколько человек, ну, я понимаю, что, вот, максимум, я смогу разместить, у меня места немного, я смогу разместить, там, шесть, ну, восемь человек весит, соответственно, я понимаю прекрасно, мой набор, который вы сейчас видели, вот он здесь стоит, вот, все, что здесь на столе, у меня умножить на шесть, шесть, шесть супниц, шесть тарелок для второго, шесть этих, неважно, шесть бокалов, там, шесть вилок, шесть ножей, и так далее, и так далее, и все, вот, всего по шесть, почему? Да, потому что мне больше не нужно, в принципе, если у меня их будет 30, они всегда, все 24 штуки будут стоять мертвым грузом, вот, и у меня шкаф-сушилка, ну, где посуда, да, он у меня полупустой, там ничего нет, я туда могу, вон, запихивать какие-то крупногаборитные вещи, доски, потому что у меня нет излишка посуды, и мне всегда хватает, даже если ко мне пришли гости, вот у меня посуда ровно столько, сколько по максимуму человек я могу принять у себя, ну, плюс, плюс мы, да, плюс семья, вот я рекомендую вам, друзья, если вы как раз только задумываетесь о том, сколько и чего вам надо, вот рассуждать именно так, и проблем не будет, у вас никогда не будет лишнего. Теперь, коллеги, хочу поговорить, ведь посуда же разная, мы поговорим сейчас про дизайн, про цвет, про размер, приходите в магазин, огромные развалы, есть наборы, есть красные, зеленые, синие тарелки, какие-то с камой, без каймы и так далее, и так далее. Здесь, опять же, мои личные рекомендации, как делаю я, ну, сказать, что все мы моем посуду в посудомойке, наверное, нельзя, потому что, ну, не все, вот, но тем не менее, я пользователь посудомойки, и я, да, ее покупал для того, чтобы не мыть посуду вручную. И если я прихожу в магазин, и первым делом, если мне понравилась эта тарелка, я смотрю, можно ее мыть в посудомойке или нет. Если нет, все, она мне, для меня посудой быть перестает. Вот, потому что мне придется ее мыть вручную, а это, ну, непонятно. Это первый принцип. Если есть посудомойка, выбрать только ту посуду, которую можно мыть в посудомойке без проблем. Второе, это из таких, из вещей, вот, ну, первичных, да, имей всегда большой размер. Вот, часто вижу так, что есть какая-то тарелочка, и блюдо вот аж прямо до краев. И до краев оно потому, что тарелка маленькая. Тарелка должна быть гораздо больше, чем блюдо в ней, потому что это тупо удобно есть. Вот просто, когда у вас ничего не вываливается из-за края, вы даже перемешать с трудом можете. Да, вот выбирайте себе нормальный большой широкий формат. Вам тогда будет удобно есть очень. Это вот тоже важно. Об этом не часто вспоминают. И важный момент, коллеги, цвет. Дизайн, цвет. Что выбрать? Значит, вы видите, у меня вся посуда белая. Это не просто так сделано. Это сделан выбор умышленно. Сейчас расскажу, почему. Видите, у меня здесь есть красная, красивая красная тарелка. Действительно красивая, большая. Всё. Вот у меня есть чёрная тарелка. Обычная, просто чёрная тарелка. Вот. И я возьму белую тарелку. Поставим её вот так. Я возьму зелёный перчик. Хороший, красивый, бодрый зелёный перчик. И положу его на чёрную тарелку. Смотрится? Смотрится. Потому что удачное сочетание на чёрном и ярко-зелёный. Нам это радует глаз. Это приятно. Не только будет есть какое-то блюдо этого цвета, но и выгодно смотрится. Отлично. Теперь давайте я кладу перец на белую тарелку. Абсолютная противоположность. Но он по-прежнему смотрится хорошо, потому что белый цвет нейтральный. И он единственный универсальный цвет белый, на котором любое блюдо будет смотреться хорошо. То есть цвета еды будут всегда сочетаться с цветом посуды. А это очень важно. И теперь вспомним нашу красивую красную тарелку. Кладём перец на неё и ничего. Вот очень простое правило. Правило такое, что цвет посуды должен дополнять цвет блюда и наоборот. То есть они должны гармонировать. И, например, ресторан может себе позволить купить 200 тарелок синих, 200 тарелок зелёных, 200 белых, там каких-то разных форм и так далее. Но это ресторан. А мы с вами так себе позволить не можем. Потому что даже если у нас есть на это деньги, у нас не будет на это места. Возвращаемся опять к заваленным посуде шкафам. Не, если вы живёте в доме, где метров 300, и у вас кухня 50 квадратов, то да, вопросов нет. Это как бы видео не относится к таким вещам. Но у нас мало места и у нас не так много денег на то, чтобы вот как люди идут по магазину. Ох, классная. Ну классная-классная. Она синяя, красивая какая-нибудь там или красная. Но ты подумай, все блюда будут на ней смотреться хорошо? Конечно нет. Ну конечно нет. И минимум блюд ваших будет смотреться на ней хорошо. Потому что под красное подобрать. Ну не важно, какой цвет вам понравится. А вот если вы возьмёте белый цвет, все ваши блюда под него подойдут хорошо. Это раз. Второе. Белая посуда. Она самая дешёвая. Белую посуду всегда можно купить. И вот я себе купил комплект. Я знаю, что мне нужно максимум 8. Отлично. Проходит какое-то время, тарелка одна упала и разбилась. Всё, у меня уже не комплект. Так у меня простая белая тарелка. Я пошёл себе, без проблем нашёл, на замену купил ещё одну. А если вы купите какую-то там дорогущую дизайнерскую или ещё какую-то там посуду, то не факт, что вы её найдёте взамен разбитой. А разбитая будет обязательно. Ну мы же, так сказать, не по воздуху летаем. Поэтому, коллеги, я вам рекомендую, если вы экономите место и деньги, покупать посуду белого цвета. Если у вас есть возможность и место, тогда не вопрос. Вы можете там несколько наборов иметь. Но опять же, если я захочу купить себе вот таких красных тарелок, мне надо будет весь свой комплект повторить и умножить на 8. Это там на круг не так и мало и выходит. Захотел потом синюю, снова повторить. Потому что часто видели, когда приходят люди, гости, не хватает посуды, и вот на столе стоит одна такая, за ней такая. А потом совсем ещё человек пришёл, ему вообще вот такую какую-то... И вот, ну вообще не смотрится. Вот это я что хотел сказать про то, как выбрать дизайн. Значит, про размер я уже тоже сказал. Чем больше, тем лучше. На мой взгляд, кто-то может быть, как раз этого не разделяет. Теперь поговорим про дополнительные формы и про столовые приборы. Вот, друзья, я сейчас это уберу в сторонку, потому что это, ну, база. Дополнительные формы. Здесь вы вольны уже понять, что вам нужно будет, что понадобится. Если что, вот у меня вот есть... Даже вот это, знаете, что такое? Это для салфетки подставка. Вот это полотенчиком салфетка вот сюда выкладывается. А мне она понравилась. Я знаю, что здесь хорошо, например, будет и удобно лежать черемша. Чеснок соленый. И я вот пользуюсь, выкладываю. Вот, соусник тоже самое, но тоже умножить на 6. Если вот порционные вещи, да, какие-то, то умножить на 6. Вот, таких вещей вот у меня 2 достаточно. Вот, по поводу стекла я уже сказал. Рекомендую также иметь, что? Я это все отношу к столовым приборам, потому что это обслуживание стола, подача ваша. Это штопор. И именно вот такой. Штопор сомелье, так называемый. Я рекомендую иметь вот такую вот вещь. Это надевается на, вот, надевается вот так на горлышко бутылки, чтобы не капало вино, когда вы наливаете. Вот, это все не изыски. Это вот это вот стоит копейки. Это не стоит даже 50 рублей, по-моему, вещь, но очень удобная. И она не одноразовая, она многоразовая. Вот, и иметь вот такую вот пробку для шампанского. То есть, когда вы открыли шампанского и не допили, да, вот она раз, надевается тоже. И еще вот такая вот вещь. Тоже она продается, просто кто, если мимо всегда ходит, не обращал внимания, это называется гейзер. Что он делает? Это так же, как вот это делает удобство при разливе вина. И это при разливе крепких спиртных напитков. Вот я возьму бутылку с водкой. Вот, он надевается на горлышко. Он заточен под горлышко вот бутылок, которые под крепкие вещи идут. И он позволяет наливать просто удобно, то же самое, не проливая. Видите, вот я лью, достаточно такая спокойная струя. Раз, прекратилась, и видите, и капель нет. Вот, тоже удобно и тоже стоят копейки. Также, коллеги, ну, вилки, ложки понятно, да? То же самое, одинаковых. Одинаковых. Это не так сложно, но это очень красиво и выгодно смотрится на столе, когда у каждого одинаковая тарелка, одинаковая ложка, одинаковая вилка. Вот, я крайне рекомендую, крайне, это не изыск никакой, а столовый нож. Вот, с рейтерной вот этой вот спилкой с одной стороны. Столовый нож. Почему? Ну, во-первых, чтобы не портить ножи, нарезая им что-то, да, на тарелке, ваши обычные, это столовый нож. Он позволяет хорошо, удобно нарезать продукт, который лежит уже у вас на тарелке. Он и тарелку не портит, и сам не портится, в отличие от обычных ножей. Вот, конечно же, ложки чайные, и вот, ну, здесь по желанию, кто-то вообще кофе не пьет. Мы кофе пьем, и много, и часто, поэтому у нас тоже вот набор вот таких эспрессо-чашечек можно поставить на стол. Вот, и видите, чайная ложка, ну, глупость же, когда вот, вот глупость. Да, поэтому об этом, о мелочах тоже надо думать, маленькая ложечка к маленькой чашечке. Коллеги, вот такой вот экскурс о посуде, надеюсь, дал вам информацию, смог быть вам полезен. Я очень рад был вас всех видеть, всем желаю категорического здоровья, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok